Одни боялись, другие возмущались, а третьи пошли смотреть. Сегодня в Ставрополе, как и во всей стране, состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина наделала много шуму еще задолго до начала проката. Анна Поляруш одной из первых купила билет и отправилась на сеанс. В прокат вышел, пожалуй, самый обсуждаемый в этом году российский фильм «Матильда» режиссер Алексей Учитель. В Ставрополе его одновременно начали показывать все крупные кинотеатры, а вот прессу большинство из них попросили не приходить. Как объяснили прокатчики, не хотят привлекать дополнительное внимание к фильму. Видимо, боятся провокаций. Даже баннеров фильма на улице нет. Зато есть охрана. В день премьеры усиленные меры безопасности во всех кинотеатрах города. Здесь на каждого зрителя пришлось по одному полицейскому. А перед показом первой в зал вошла служебная собака. Желающих посмотреть на шумевший фильм не наберется и наряд. День рабочий, а потому не показатель зрительского интереса, говорят в администрации кинотеатра. На выходных, надеются, людей будет больше. А вообще в кино часто ходите? Очень редко. Раз в три года. Сегодня решили в день премьеры прийти. А сегодня прям вот все оставила, все пришла. На самого режиссера, мы же его знаем, учителя, он очень такой знаменитый, порядочный человек, умный. Я думаю, что там ничего плохого и ничего такого странного мы не увидим. Даже интересно после этого ажиотаж посмотреть. Я думаю, что он привлек наоборот в кино этот скандал. Фильмы исторические, я думаю, и с любовью связаны. Все любви подвластны и цари, и не цари. Страсти вокруг фильма о романтической истории между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской разгорелись, едва появился трейлер фильма. Фраза, родившаяся в Советском Союзе в отношении Бориса Пастернака, не читал, но осуждаю, обрела новую жизнь. Самым рьяным борцом с не вышедшим еще на экран фильмом выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. У нее появились последователи. В адрес режиссера и прокатчиков поступали угрозы. Незадолго до выхода фильма на большие экраны Поклонская публично обратилась к генпрокурору страны Юрию Чайки с просьбой отозвать прокатное удостоверение. Поджоги кинотеатров, машин, покушение на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей. Это то, что уже наступило сегодня от проекта Матильда. К счастью, ничего подобного в Ставрополе не было и премьера прошла тихо. Хороший фильм, понравился. Ну вот те разговоры вокруг него, что ходили, как считаете, оправданно, нет? Ну, немножко оправданно, но я считаю, что больше надуманного. Ну, это взгляд режиссера на историю, какое-то творчество. Понравилось, очень понравилось. Столько красоты и, наверное, правды. Ну, там, конечно, есть приукрашивание. Ну, единственное, конечно, вот это, как-то, мне кажется, козловский роль. Немножко как-то перегнули вот это вот дело. Немножко утрировано. А так остальное красиво. По нашим данным, под особой охраной кинотеатры Ставрополя будут находиться до конца проката фильма. Анна Поляруш, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.